МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все главное, что произошло в Украине и мире, узнаете в подробностях. Я Екатерина Лысенко. Здравствуйте. И сегодня в выпуске. Стрельба в годовщину брюссельских терактов. И зачем открыли огонь возле британского парламента? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Извольте разъяснить, Киев требует от Минска объяснить обвинения в подготовке боевиков. Денежные ямы, какие суммы упали в карманы столичных автодоровцев? Теракт в самом сердце Лондона. Одна женщина погибла, есть раненые. Нападавший застрелен. Огонь открыли рядом с британским парламентом. Сейчас весь правительственный квартал перекрыт и проводится спецоперация. Наш собственный корреспондент в Лондоне Оксана Кундеренко побывала на месте события буквально сразу после происшествия. Все произошло чуть более трех часов назад. В Лондоне стреляли прямо на площади у входа в парламент. Оказалось, полиция отреагировала на мужчину с ножом. Нападавший ранил правоохранителя. Его самого полицейские застрелили. Предполагаемый террорист вылетел из-за поворота на Вестминстерском мосту. Его машина на большой скорости сбивала пешеходов. Пострадали 12 человек. Одна женщина позже скончалась в больнице. Сам нападавший врезался в ограждение. Сумел выбраться из авто и даже зайти за ворота парламента. У входа по нему открыли огонь. Отходите, отходите. Дальше по улице, пожалуйста. И вот полиция не разрешает простым людям находиться вблизи места события. Всех просто отгоняют подальше. Люди, в принципе, с большим желанием уходят. Но те репортеры, которые здесь находятся, все время спрашивают полицейских, в безопасности ли мы. Это действительно большой вопрос. В безопасности ли сейчас Лондон и его жители? Очевидно, что спецслужбы отреагировали молниеносно. Перекрыли несколько кварталов в центре города. Людей заблокировали в самом парламенте и офисах вокруг. Исследуют каждый сантиметр. Видимо, центр Лондона еще какое-то время будет оставаться перекрытым. Явно идет спецоперация. Задействованы собаки, все подразделения полиции. Правоохранители ищут возможных соучастников. Либо взрывчатку, либо что-то еще, что может повлиять на безопасность людей. Тем не менее, зеваки с интересом наблюдают за происходящим. В этом туристическом районе всегда без преувеличения толпы людей. Почему вы остаетесь здесь, в Лондоне, после случившегося? Мы не боимся. Не боитесь? Тут столько полиции не опасно. Действительно, полиция и даже вертолет парамедиков прибыли на место происшествия очень быстро. Скорые были тут через 6 минут после вызова. Скотленд-Ярд и внутренняя служба безопасности МИ-5 за углом. Это одно из самых охраняемых мест Лондона. Парламентская площадь. Здесь всегда очень много важных людей. Политиков, туристов. И тем не менее, инцидент произошел именно здесь, в центре британской столицы. Большой вопрос, как могли правоохранители такое допустить? При том, что Лондон город, который славится беспрецедентными мерами безопасности. А этот инцидент рассматривают именно как теракт. Оксана Кундеренко и Валентин Белич. Подробности, британское бюро телеканала Интер. Что сейчас происходит в центре британской столицы, мы узнаем чуть позже. Оксана Кундеренко выйдет на связь со студией и расскажет последние новости о теракте в Лондоне. А пока о терактах, которые могли бы произойти на территории Украины. И которые, как сообщил представитель СБУ, удалось предотвратить. Прокомментировали в службе безопасности и вчерашнее заявление белорусского президента Александра Лукашенко о тренировочных лагерях боевиков в Украине для атак на территории Беларуси. В СБУ требуют подтверждений и объяснений. Подробнее обо всем Ярослав Кречко. Боевики и военные лагеря на территории Украины. Слова президента Беларуси взбудоражили местные СМИ. Александр Лукашенко заявил о задержании нескольких десятков боевиков, которые готовили провокации и якобы прошли подготовку в Украине. СБУ сегодня попросила предоставить объяснение. Что касается заявок о том, что на территории Украины действуют какие-то таборы по подготовке людей. Нашей службой направлено ответ по нашим каналам контактов, которые у нас есть с правоохранными специальными органами Республики Беларусь. И мы ожидаем дополнительную информацию от наших коллег. А вот оппозиционные белорусские издания пишут, что в стране за якобы учебки боевиков выдают легальные патриотические лагеря. И сегодня задержали как минимум 11 человек. В украинском МИДе высказывания белорусского руководства назвали провокационными и такими, которые вредят добрососедским отношениям. О задержании одной из таких групп наемников сегодня отчиталось. Украинская спецслужба. Девять человек арестовали в Одессе. Это действующие и бывшие украинские военные. Их руководителем была женщина, которая прошла подготовку в Крыму в разведцентре ГРУ Генштаба России. По данным СБУ, группа готовила диверсии и теракты на юге Украины, а также собирала различную информацию. Им были поставлены задачи на самоперед. Это копирование тайных документов, визуальное наблюдение за движением военных колонн, военных, фотографирование военных объектов, как в Одесской области, так и на всем певдне Украины. Нам удалось забегать передачу российской спецслужбе секретной информации, которую собирала эта группа. Сейчас в отношении задержанных проводятся следственные действия. В четырем суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Им инкриминируют государственную измену и незаконное обращение с оружием. Ярослав Кречко, Олег Решетняк, Максим Чеблин. Подробности телеканал Интер. И еще одна новость от СБУ, которую ждали со дня на день. СБУ запретила въезд в Украину сроком на три года Юлии Самойловой, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе Евровидения в Киеве. Причиной объявить Самойлову персоной Нонграта стало выступление певицы в июне 2015-го в оккупированном Крыму. Въехала она тогда на полуостров без предупреждения украинской стороны. На решение СБУ бурно отреагировали в России. К примеру, спецпредставитель президента по международному и культурному сотрудничеству Михаил Швидкой назвал действия ведомства ошибкой и глупостью. Российский Первый канал уже пообещал без конкурса отправить Юлию Самойлову на Евровидение 2018, если певице не удастся выступить в этом году на киевской сцене. А вот организаторы конкурса заявили, что уважают законы страны-хозяйки, но решением СБУ разочарованные будут вести переговоры с украинской стороной. Финансы могут спеть романцы. Госдума запретила денежные переводы из России в Украину через платежные системы Western Union и MoneyGram. Политологи считают, это ответные меры Москвы на ситуацию вокруг Сбербанка РФ. А вот экономисты говорят, последствия могут быть выражены в миллиардных потерях валюты, поступающей в нашу страну. Для украинцев же в отсутствии элементарной помощи от работающих в России родственников, благодаря которой большинство из них выживает. Продолжит Олег Решетняк. Затянувшийся после развала СССР экономический кризис ежегодно вынуждает миллионы украинцев уезжать за границу. Чаще всего в Европу или США. Но и Россия далеко не последняя в списке. За четверть века независимости гастарбайтеры стали неотъемлемой частью украинской экономики. В прошлом году объемы перечислений были порядка 5 миллиардов долларов. Это, к слову сказать, чуть ли не в два раза больше, чем притоки прямых иностранных инвестиций, которые мы получаем. Поэтому это те деньги, которые дают облегчить давление на нашу собственную местную денежную единицу, на гривну. Сегодня Российская Госдума приняла закон, который запрещает любые денежные переводы в другие государства. А значит и в Украину тоже. По словам экспертов, такое решение обусловлено в том числе и действиями украинских радикалов. Участники национального корпуса во многих регионах блокировали работу отделений Сбербанка России. Правда только состоит в том, что мы помогли собрать голоса нашими собственными действиями по отношению к Сбербанку Российской Федерации. Мы помогли утвердить мнение российских голосующих за этот закон, что они должны его и таки немедленно принять. География украинских гастарбайтеров в России впечатляет, как их влияние на экономику Украины. Только в 2016-м, по официальным данным Нацбанка, из РФ страну перечислили около 1 миллиарда долларов. Это почти 40% всех поступлений из-за рубежа от физических лиц. Теперь, утверждают экономисты, в украинском госбюджете образуется дополнительная дыра. Это колоссальная сумма, которая, например, способна гасить наш торговый дефицит. То есть наш торговый дефицит в реальности меньше, чем та сумма перечислений, которую мы получаем от зарубежья. Это важный фактор, который позволяет удерживать стабильность в стране, я имею в виду финансовую стабильность. Когда вводят запреты, расцветает рынок теневых услуг, говорят эксперты. По их прогнозам, платежи, скорее всего, по уже устоявшейся традиции, банально уйдут в тень. У них есть такие курьеры, которые занимаются доставкой денег. Но за это они берут достаточно немалую комиссию, от 5 до 7%. Через банк было почти бесплатно перераховывать деньги. Платежные системы, права тоже немало, 2-3%. То есть семьи зарубежья будут получать от своих кормильцев меньше, как и госказна в целом. Каким образом власти будут закрывать новую дыру в бюджете страны, непонятно. Ни в Кабмине, ни в Нацбанке решения Российской Госдумы пока не комментируют. Олег Решетняк, Максим Чеблин и Жанна Дучак. Подробности телеканал Интер. Очередной транш от МВФ для Киева снова под вопросом. Выделение кредита планировалось в марте, но Совет директоров опять отложил рассмотрение. Повестки дня заседаний до конца текущего месяца Украины нет. Хотя ранее власти обещали, что фонд в скором времени получит все необходимые документы и транш перенесут как минимум на конец марта. А из украинской казны Кабмин сегодня выделил 30 миллиардов гривен на ремонт дорог. Премьер Владимир Гройсман на заседании правительства устроил коллективный просмотр разбитых трасс для директора Украинского автодора и всех министров. На мониторах мелькали кадры ям и трещин худших дорог в стране. После чего глава правительства сообщил, на реконструкцию в нынешнем году придется выделить втрое больше, чем в прошлом. Так куда же уходят деньги, которые выделяют на ремонт трасс? В Киев-Автодор сегодня нагрянули сотрудники СБУ и после своего визита заявили, чиновников подозревают в хищениях на 11 миллионов гривен. Детали у Людмилы Панасюк. Здесь, в коммунальной корпорации Киев-Автодор, с самого утра проводятся следственные действия. Ближе к полудню на странице компании появилось сообщение, мол, по непонятным причинам СБУ проводит обыски. Работа предприятия парализована, ремонтные работы прекращены. В самом СБУ намного позже, уже после обеда, объяснили, что выявили крупное хищение. Служба безопасности Украины вместе с Генеральной прокуратурой выкрали высокопосадовцев коммунального предприятия Киев-Автодор на привластные сотни миллионов государственных денег. Нам было установлено, что посадовцы Киев-Автодору привластивали деньги государственного и местного бюджета, которые выделялись на строительство, ремонт, эксплуатацию автомобильных дорог в столице, а также на поддержку пробудинковых территорий. В СБУ утверждают, руководители Киев-Автодора закупали материалы для дорожных работ по существенно завышенной цене. Средства переводили на счета фиктивных фирм, обналичивали и делили между участниками незаконной схемы. Как доказательство, во время обысков в офисах корпорации, кроме документов, техники и печатей, изъяли также 4 миллиона неучтенных гривен. По факту хищения уже открыто уголовное производство. Обыски все еще продолжаются. Что касается самого Киева-Автодора, он, по сути, обвиняет СБУ во вранье. Говорят, кабинеты на фото не наши, никаких миллионов и печатей не было, а все, что изъяли, это только документы. Но факт остается фактом. Досудебное расследование продолжается. Именно оно покажет, имело ли место миллионное хищение. Людмила Панасюк, подробности, телеканал Интер. А пока чиновники обогащаются, Комитет Рады решил проверить доходы работников СМИ и обязать их подавать электронные декларации. Сегодня такую поправку в закон Украины о предотвращении и противодействии коррупции внесла нардеп от Народного фронта Татьяна Черновол. Ее инициатива касается владельцев масс-медиа, редакторов и сотрудников. 11 членов Комитета из 19 поправку поддержали. К слову, во время заседания между нардепами то и дело возникали недоразумения. Они сами-то не понимали, за что голосуют. Коммуникатор между гражданским суспільством и владой должен быть чистым, честным и прозорным. И эту прозорность должен анализовать все граждане Украины. И поэтому я считаю, что редакторы виданий, владельцы виданий также должны подавать электронные декларации, чтобы мы видели, что у нас антикоррупция скрозь. Глава Комитета Югор Соболев позже пояснил, хотя депутаты поправку поддержали, он будет рекомендовать ради ее отклонить. И тем не менее она принята. Эксперты сразу же задались вопросом, откуда столь дружная единодушие парламентариев, и в чем вообще смысл инициативы Черновол, нардепа от Народного фронта. В этом они усмотрели попытку отвлечь внимание детективов Набу от деклараций ее одиозных однопартийцев. Сотрудникам СМИ как раз незачем скрывать доходы, а вот происхождение миллионов, к примеру, Авакова и Пашинского, до сих пор никто не объяснил. Свежий пример неразберихи с декларациями. Причем еще двухлетней давности детективы Набу заподозрили, что скандально известный председатель Одесского окружного админсуда Олег Глуханчук внес в отчет за 2015 год недостоверную информацию, а точнее, якобы не указал, что на земельном участке жены находится жилой дом стоимостью в 7 миллионов гривен. Теперь судье грозит до двух лет тюрьмы. Напомню, Олег Глуханчук оскандалился в прошлом месяце. Полиция задержала его в центре Одессы за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Суд будет рассматривать это дело на следующей неделе. Что же касается незадекларированного жилья в элитном районе на берегу моря, то месяц назад Глуханчук уверял, это вовсе не дом. Через месяц-два в Украине должен заработать обновленный Верховный суд. Сегодня президент подписал изменения в законопроект, который регулирует его работу. На заседании Совета по вопросам судебной реформы Петр Порошенко заявил, он надеется, что уже через несколько недель будут избраны члены нового Верховного суда. Кроме того, глава государства обратился к народным депутатам с просьбой в кратчайшие сроки рассмотреть изменения в законодательство в части судебной власти. А в парламенте сегодня взывали к Соединенным Штатам. Обратились к Конгрессу США с призывом дать новый импульс сотрудничества двух стран. На что еще сегодня хватило сил у парламентариев и какие документы они ожидают увидеть завтра в сессионном зале? Подробности в сюжете Анны Каменевой. В сегодняшней повестке дня всего 9 вопросов, но с утра становится ясно, работа не клеится. Уже для первого законопроекта не хватило голосов. После призывов спикера депутаты постепенно потянули зал и начали рассматривать обращение к Конгрессу США. Призывают сделать Украину основным союзником вне НАТО и подписать двустороннее оборонное соглашение. Мы ожидаем, чтобы Украина наконец получила статус основного союзника США поза НАТО. Это соответствует духу и букву обязанности Соединенных Штатов в рамках Будапештского меморандума. Мы должны кричать на весь мир. Помогите нам в борьбе с агрессией, потому что мы боремся не только за Украину, мы боремся за святой порядок. Давайте профессионально обговорим, какие загрозы может нести в Украине статус основного партнера за межами НАТО. Это не закроет нативскую перспективу для Украины. Поэтому нужно не тикать пальчиками, а нужно профессионально работать. Тикать пальчиками пришлось аж два раза. Опять голосов не хватало. В итоге решение все же приняли и нашли повод снова затеять языковой скандал. Людей беспокоит два вопроса на самом деле. Это вопросы экономики, потому что нет заработной платы. Будь ласка, я прошу вас шанувати украинскую мову державную, выступать украинской. Так, у нас есть одна державная украинская мова, но у нас ратификована европейская мовная хартия, которая дает возможность выступать на разных мовах национальных меньшин. Тем временем в кулуарах уже думают о дне завтрашнем. В повестке дня в четверг должен появиться обещанный законопоряд о двойном гражданстве. Но до сих пор нардепы не определились, всех ли нужно наказывать за несколько паспортов. Особисто я схильный до варианта заборонить мати подвійное гражданство державным службовцям и силовикам. Что касается обычных граждан, это может принести какие-то загрозы для людей, потому что много людей, у нас есть заработки, которые ездят, получают для полегшения пересувания, есть жители прикордонных территорий. Неможливо делать выключение, потому что это даже по Конституции. Неможливо, все люди равны перед законом. У нас одночасно вносится законопроект про избавление подвийного гражданства, а с другой стороны у нас Ульяна Супрун працюет с двумя гражданствами, працюет выполняющим обовязки министра охороны здоровья, то треба вызначитесь. А вот нардеп Андрей Артеменко настаивает, дескать, двойное гражданство в стране нужно разрешить. Кстати, он сегодня подтвердил, что все еще является гражданином Канады, несмотря на аннуляцию паспорта. И заявил, он такой в парламенте не один. Но не гражданством единым завтра в повестке дня должны появиться законопроекты о помощи переселенцам. Не прошло и двух часов, как парламент наполовину опустел. Из-за нехватки голосов спикеру пришлось досрочно закрыть заседание. Анна Каменева, Ирина Романова, Евгений Пахальчук, Владимир Самченко. Подробности телеканал Интер. Срочно решить вопрос с пенсиями переселенцев с Донбасса призвали в ООН. Заместитель главы представительства управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Ноэль Калхун выразила обеспокоенность сложившейся ситуацией. По ее словам, пенсионеры вынуждены испытывать массу неудобств, чтобы получить законозаработанные выплаты, потому что процедура получения очень сложная. А в зоне АТО с полсотни обстрелов только за сегодняшний день. Потерь среди украинских военных нет. Боевики из тяжелого вооружения били по всем направлениям, но активнее всего под Мариуполем. Наемники продолжают использовать жилые кварталы и объекты инфраструктуры в качестве огневых точек. Одной из них стала Донецкая фильтровальная станция. Оттуда репортаж Ирина Баглай. Донецкая фильтровальная станция у меня за спиной в двух километрах. Оттуда и поставляют воду в три больших населенных пункта. Один на подконтрольной территории, это Авдеевка, и два на захваченной боевиками. Это Ясиноватая часть Донецка. Официально она находится в нейтральной зоне. Неофициально военные каждый вечер наблюдают оттуда вспышки и слышат передвижение вражеской техники. Предприятия ДФС и когда-то мирные объекты теперь огневые позиции боевиков. Основные точки уже хорошо известны военным. Ориентировочно перед рынком позиция их, откуда они и танк там выезжает, отрабатывает поясноватские развязки оттуда и в сторону. Выстрелы отбываются в околе Сыноватой и так же они отбываются со стороны ДФС. Дуже выгодна позиция, по-перше. По-друге, они, наверное, догадываются, что мы не будем давать в огонь. Дуны и СПГ тут летают. Так что, желательно, не тормозить. Нейтральные зоны по договоренностям на карте числятся и село Крутая Балка. Оно неподалеку от станции, практически на окраине Ясиноватой. По данным разведки, несколько семей все же остались и живут на линии огня. Но в большинство домов заселились наемники самопоразглашенных республик и обозначились почти в каждом дворе. Живут в домах, на позиции выходят как на дежурство. Ну, меметы у них расположены ближе к левой части, за селом. Еще полгода назад соседний дачный поселок был захвачен боевиками. Отступая, они не пощадили его. И сейчас повсюду следы от артобстрелов. Три танка, когда отработал полная быка. Где-то по 26 выстрелов. Во время последнего обстрела танковые снаряды буквально разнесли несколько домов. Но даже когда ствольная артиллерия молчит, здесь тоже небезопасно. В этот район со стороны боевиков заехали группы профессиональных снайперов. Наши военные уже успели оценить их вооружение. С довольно сильными винтовками, карабинами, винтовками. Это и как и выхлоп российского производства, и макмилами. Аккуратненько там надо будет проскочить от заборчика к заборчику. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Анатолий Воробей из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. Объединиться в борьбе с терроризмом предлагают США. В американской столице сегодня собрали министров иностранных дел 68 стран-участников так называемой глобальной коалиции. В Вашингтоне и украинская делегация. Чего Америка ждет от союзников? Узнаем у Дмитрия Анопченко. Он сейчас в Госдепартаменте США. Дима, здравствуй. Расскажи, какие приоритеты назвали и о чем уже договорилась Украина. Тебе слово. Катюш, невероятно представительное мероприятие. Очень нервное. Только-только мы вышли из здания Госдепа и связь плохая. Очень надеюсь, что смогу вам все рассказать просто технически. Что здесь происходит? Мы насчитали 74 топ-чиновника. Но только представьте, это в основном министры иностранных дел из 68 стран мира. Это руководители таких структур, как Всемирный банк, как Европол, как Интерпол, замгенерального секретаря ООН здесь. И все они по приглашению госсекретаря Тилерсона для того, чтобы и создать вот эту так называемую глобальную коалицию. Коалицию по борьбе с исламским государством. Коалицию по борьбе с терроризмом. В принципе, речь идет о физическом уничтожении исламского государства. О полном уничтожении. Об этом здесь говорят безутайки. Госсекретарь Тилерсон сказал, что более 60 человек из окружения лидеров исламского государства уже физически уничтожены. И уничтожение всех остальных это просто вопрос времени. В принципе, эту функцию на себя берут Соединенные Штаты. Ну, а партнеры по коалиции они могут помочь в нескольких вещах. Они могут помочь в обмене информацией. Они могут помочь в том, что какие-то подозрительные транзакции, которые могут помочь террористам, не пройдут через их финансовые системы. Ну, и самое главное, вот об этом здесь тоже говорят. Борьба с терроризмом в интернете, борьба виртуальная, она не менее важна, чем борьба реальная. Нам представитель госдепа США об этом в интервью сказал. Те, которые хотят, может быть, делать террористические акты, может быть, здесь в Америке или в Европе, как мы видели в Брусселе, в Берлине, в Сан-Бернадин, в Орландо. Есть такие люди, которые, вот, они воздушлены вот именно идеями, вот, ИГИЛ. Это, наверное, самое опасное. Как государственный секретарь Скеллесон только что сказал, самое опасное оружие вот, ИГИЛ, это является интернетом. Украина тоже является членом этой так называемой глобальной коалиции одной из 68 стран. Наша страна сегодня здесь представлена первым замом министра иностранных дел Вадимом Пристайко. И вот он мне признался, мы писали с ним интервью буквально несколько минут назад, что, в принципе, на мероприятиях такого уровня не принято решать двусторонние вопросы, но, тем не менее, Украина провела переговоры прямо вот из Соединенных Штатов. Послезавтра первый замминистра иностранных дел должен вылететь в Париж, там должно быть заседание нормандской четверки на уровне замов министров иностранных дел. И проблема в том, что Россия не хочет на него приезжать. Так вот здесь украинские дипломаты как раз специально переговорили в кулуарах этой встречи со своими коллегами из Германии и Франции для того, чтобы понять и решить, а что делать, если Россия игнорирует нормандскую четверку? И вот на чем настаивает Украина. Нам это важно, если Россия считает, что она не имеет чего сказать за столом нормандской четверки, где лидеры погодились, что будет проведена встреча. Значит, мы специально будем проводить, мы специально будем говорить в ее отсутнице за то, что мы можем сделать. Там будут представители всех четырех групп. То есть, еще раз подчеркну, это очень важный момент, это, в принципе, одна из новостей сегодняшнего дня. Украина настаивает, чтобы нормандская четверка проводилась в отсутствии представителей России, если они откажутся приезжать, и, в принципе, в этом есть понимание и с представителями Германии, и с представителями Франции. Вот такие новости сегодня отсюда. Не только о глобальной коалиции, не только о терроризме, но и о том, что касается Украины. Катюш. Дима, спасибо тебе. Дмитрий Нопченко был на связи со студией из Вашингтона с информацией о новых методах борьбы с терроризмом. Напомню, нас еще ожидают прямое включение о теракте в Лондоне. Уже скоро на связь выйдет Оксана Кундеренко. 400 тысяч украинских беженцев приняла Польша. Об этом заявил евродепутат от польской правящей партии право и справедливость Рышер Чернецкий. По его словам, украинцы покидают родину из-за гуманитарной катастрофы на Донбассе и экономической ситуации. И это по большей части образованные люди, так называемый средний класс. Чернецкий также добавил Польша и дальше готова принимать украинских беженцев. Из-за языковых квот на украинском телевидении разгорелся дипломатический скандал. Пока венгры Закарпаттий собирали подписи под обращением к президенту Украины, вице-премьер-министр венгры Шолтул Шемген призвал к созданию автономии в соседних странах. В МИДе Украины возмутились подобным заявлениям и теперь ждут посла венгры с объяснениями. На нашу думку любые спекуляции на эту тему не отвечают интересам наших двоих стран. Мы также можем разом противостоять с попытками использования вопроса безопасных прав нацменшин, как это уже было сделано российским агрессором для нагнетания атмосферы недоверия и понимания между странами. В свою очередь мы вызвали посла Угольщины в Украине о высказывании вице-премьер-министра Угольщины. Вы смотрите подробности и далее в нашей программе. Вырубка по-черному кто в Черкасской области зарабатывает на распиле леса? Школьные откаты как в Черновцах чиновники по очереди на взятках горят. До Чернобыля он еще не доезжался дабы предлагают превратить зону отчуждения в свалку для всей страны. Двенадцатый бывший министр иностранных дел Германии и активный участник Нормандского квартета сегодня принял присягу и окончательно вступил в должность президента Германии. Какими были первые заявления нового главы государства? Материали Татьяна Лагуновой. Во дворец Бельвю резиденцию главы государства Франк-Вальтер Штайнмайер с супругой въехали еще на выходных. Президент уходящий Юахим Гаук передал дворец президенту новоизбранному символически. Окончательно в должность Штайнмайер вступил только сегодня. Бывший депутат дважды министр иностранных дел принял присягу в парламенте и сразу же обратился к президенту Турции. Президент Эрдоган не ставьте под угрозу все что вы и другие создали. Прекратите ваше сравнение с нацистами. Не разрывайте связи с такими людьми как мы которые хотят сотрудничать с Турцией. Уважайте правовое государство свободу Конституция. Основной закон четко определяет полномочия главы государства. Он представляет страну за рубежом формально подписывает законы и утверждает в должности избранных канцлера и министров. Но в Германии не исключают. Штайнмайер политик с огромным опытом может поломать традиции. Из дворца Бельвю будут намного чаще чем обычно звучать политические заявления. Президентский дворец социал-демократы уже заняли. Следующая цель в 10 минутах ходьбы резиденция канцлера Германии. Хозяином этого здания уже осенью попробует стать бывший президент Европарламента Мартин Шульц. И как показывают соцопросы у него есть все шансы это сделать. Татьяна Луганович, Слав Фролов подробности немецкое бюро телеканала Интер. А во Франции в отставку шел министр внутренних дел из-за коррупционного скандала. Брюно Лару решил сложить полномочия после того как выяснилось что он трудоустроил своих дочерей помощницами в парламент. Это произошло в бытность его главы как главы фракции социалистов. При этом на тот момент его дочки еще учились в школе и не имели высшего образования. В общей сложности они получили 55 тысяч евро. Лару сразу же после скандала объявил об отставке и уже сегодня его место занял Матиас Фекль. Ранее он был госсекретарем по внешней торговле и туризму. А вот украинский министр внутренних дел несмотря на громкую огласку дела о рюкзачной коррупции и спустя два года после скандала остается на своем посту. Напомню рюкзаки для фронта закупались по завышенной цене 3000 гривен за штуку. В сети разместили видео где человек поразительно похожий на сына Авакова Александра договаривается с бывшим замминистра внутренних дел Сергеем Чеботарем о госзакупках вещмешков. Кто же наварил на рюкзаках для бойцов АТО выясняет НАБУ но там на вопросы журналистов когда же дело передадут в суд ссылаются на тайну следствия. Министра внутренних дел скандалы не смущают он привычно называет все обвинения черным пиаром. Подчиненные главы МВД тоже зря времени не теряют. В шостке начальник местной полиции вместе с замом погорели на взятки. Они предложили бизнесмену который занимался скупкой и избытом металлолома выплачивать им ежемесячно гонорар иначе угрожали привлечь к ответственности. Очередной взнос 7 тысяч гривен бизнесмен передал через посредника. Во время передачи денег вымогателей задержали в кабинете майора нашли техпаспорта на машины свидетельства о регистрации авто и водительские права на третьих лиц. А на рабочем месте его начальника больше 20 тысяч долларов золотые слитки ювелирные изделия и коллекцию монет. До нас вернулся один священнослужитель про то, что его близким знакомым мешают проведение его коммерциальной деятельности. Заступник отдела полиции запропонувал свои послуги в крышевании такого вида деятельности как сбир и скупка металлобрухта. Запропонувал в ближайшем магазине там соответственно передать продавщице такую-то сумму грошей. Но не только люди в погонах нечисты на руку. Сфера образования не отстает. По крайней мере в Черновцах. На Буковине не утихает скандал вокруг задержания чиновника гор управления образования. На чем и сколько зарабатывают коррупционеры от науки? Ольга Паламарюк расскажет подробнее. Вот уже неделю в Черновцах обсуждают скандал вокруг городского управления образования. Начальник отдела хозобслуживания хотел заработать 230 тысяч гривен. За эти деньги чиновник обещал отдать тендер на проведение ремонта в школах города. Звернулся один из директоров субъектов распространения в городе Черновцы заявил что один из посадовцев управления обучения Черновецкого района требует хабара. Чиновника отстранили от исполнения обязанностей как и его начальника руководителя управления образования. Не успели страсти поутихнуть как стал разгораться очередной скандал и снова в сфере образования. Директор строительного лицея оказался поскромнее чем чиновник надеялся ежемесячно получать 10 тысяч гривен. Именно в такую сумму он оценил помещение которое хотел арендовать частный предприниматель. Это домашние которые должны использовать для выготовления определенных господарских объектов. Это именно за сопряжение за лояльность соответственно отриманных денег в обход установленной процедуры. В соцсетях задержания вызвали настоящую волну негодования родители активисты наперебой стали рассказывать о процветающей коррупции в школах и детсадах. Михаил Крайс несколько лет возглавляет родительский комитет одной из гимназий. Рассказывает суммы откатов которые получают сотрудники управления образования просто заоблачные. Я так для себя ну намагался оценить сколько вкрали в другой гимназии и у меня вышла сумма за 10 роков близко до пів миллиона доларів. Почему кошти мають потрапляти до каких-то закрытых зачиненных организаций и звідти мы бачим куди вони идуть. Общественные активисты уверены задержание коррупционеров не случайно. Это певный сигнал сигнал до того чтобы міська влада перш за все міський голова задумалась про то что робиться у них в подпорядковании далее будет скорее всего суд и по результатам этого суду можно судить чи правоохоронці працюють и судовая система вычищает этих людей чи это черговая замиливання пока пока что разбираться с крохоборами будут местные депутаты на очередной сессии в понедельник приглашают и родителей не исключено что после этого должности лишится ни один чиновник Ольга Поломарюк Игорь Рига подробности телеканал Интер Черновцы кадровые чистки в прокуратуре Тернопольской области на взятки в 20 тысяч гривен задержали прокурора Чертковского района деньги требовал от своего подчиненного за то чтобы не объявлять дисциплинарное взыскание за недобросовестную работу задержали госслужащего прямо на рабочем месте при получении части взятки 5 тысяч гривен операцию проводили оперативники СБУ вместе с представителями генпрокуратуры уволить Дмитрия Старожука с должности первого заместителя генпрокурора требует нардеп Сергей Каплин по его словам Старожук креатура Арсения Яцунюка и получил должность в ГПУ по квоте Народного фронта нардеп утверждает что именно из-за этого ГПУ закрыло все уголовные производства в отношении бывшего премьера мы вымагаем три речи первое звольнити Старожука займанной посады бои абсолютно ненормальным и прикладом политичной коррупции когда права рука Арсения Яцунюка экс-премьер-министра займает такую высокую посаду уголовному правоохоронному органу второе мы вернулись до Назика чтобы расследовали конфликт интересов между Яценюком которого подозривают в многомиллиардной коррупции и Сторожуком которого призначили и третья важливая складова парламент должен переверить каждую букву каждое слово каждую дею следователей которые расследовали справы что относится Яценюка Львовский мэр Садовы наконец-то придумал где же обустроить свалку которая сможет пользоваться не только Львов идею удивившую многих городоначальник озвучил сегодня правда она отчасти напоминает плагиат как тут не вспомнить сталкера братьев Стругацких о новой зоне для львовского мусора знает Галина Якушко на сегодняшней пресс-конференции Андрей Садовый жалуется дескать устал и озвучивает новую идею куда можно отправлять отходы Обижен Садовый не только на коллег мэров других городов но и на центральную власть последний месяц Львов снова утопал в отходах их не вывозили сегодня утром возле переполненных мусорных баков установили огромные металлические контейнеры способные уместить тонны отходов весь мусор обещают вывезти за неделю по несколько машин примут маленькие полигоны в области в мэрии снова жалуются принимать отходы на постоянной основе там отказываются работают и полиция выясняет почему львовский мусор то и дело обнаруживают в разных городах Украины и кто же его вывозит получая оплату за услуги из городской казны будем замовляти в рамках проведения будем замовляти экспертизы аудиты будем назначать это потому что действительно мы видим достаточно большие деньги это миллионы вытрачаются городской владой и когда мы имеем такие факты когда едут особо неизвестного призначения и везут наши смерти возникает много запрещений пока правоохранители разбираются мэр Кременчуга где в начале марта остановили несколько машин с отходами из Львова а некоторые даже успели свалить мусор на берегу Днепра выставил садовому счет 12 878 гривен это Кременчук водоканал от шкодования вытрат и 419 гривен 27 копеек это захоронение на Деевском полигоне лист на Львовскую міську раду стосовно компенсации этих вытрат понесенных нами так что минимум одно письмо от коллеги садовые все же получат а вот на идею львовского городоначальника о свалке в зоне отчуждения никакой реакции пока не последовало Галина Ихушко Юрий Голубенко подробности телекнул Интер Львов В Швейцарии сошел с рельсов пассажирский поезд по последним данным жертв нет не менее 7 человек пострадали из них пятерых доставили в больницу на видео с места происшествия видно как с рельсов сошли два вагона итальянский состав следовал из Милана Базель всего в нем ехали 160 пассажиров авария произошла поблизости швейцарского города Люцерн причины пока выясняют и возвращаемся к главному событию дня теракты в Лондоне с нами на прямой связи Оксана Кундеренко Оксана приветствую появились сообщения что количество жертв выросло до трех и что там были иностранцы так ли это и появилась ли у тебя какая-то информация к этому часу тебе слово добрый вечер Катя действительно подтверждено 4 человека погибли это включая нападавшего содержащие точно есть женщина прохожая и полицейский которого террорист ранил ножом ему искусственное дыхание кстати делал один из министров эти люди скончались от ранений уже в больницах и об иностранцах действительно власти Франции подтвердили что многие из раненых это французские школьники которые были на экскурсии количество пострадавших возросло это 20 человек и некоторые из них в катастрофическом состоянии говорят медики одну женщину вытащили из реки Темзы она упала туда после столкновения с машиной очень мало пока известно о личности потенциального террориста его мотива есть фото и свидетельства очевидцев что это темнокожий мужчина средних лет он получил пулевые ранения его занесли уже в здание парламента там оказали первую помощь но не спасли интересно что в это время внутри парламента была лично премьер Тереза Мэ она не пострадала а действующий глава полиции вовсе стал свидетелем нападения сейчас правоохранители собирают любые свидетельства преступления я призываю всех у кого есть видео или фото инцидента передать его полиции очень важно собрать все возможные сведения общественная безопасность остается нашим приоритетом и поэтому сегодня на улицах Лондона будут дополнительные патрули я призываю всех оставаться спокойными и если вы увидите что-либо подозрительное звоните нам немедленно и вот одно из таких видео о котором говорил начальник полиции это та самая машина которая врезалась в забор буквально у ворот парламента серый внедорожник или кроссовер по некоторым данным к нему была прицеплена взрывчатка но это пока что только слухи полиция впрочем уверила что нападавший действовал в одиночку я хочу отметить что в Лондоне сейчас очень напряженная атмосфера весь центр перекрыт сирены вертолеты колоссальное количество полиции не работают центральные станции метро даже на колесе обзора Лондона и туристов не катают ну и полиция не спешит объявлять что все позади что опасность миновал и инцидент исчерпан создают срочное заседание спецкомитета по безопасности КОБРА я думаю город еще долго будет вот в таком состоянии тревоги Катя Оксана спасибо тебе за детали Оксана Пундеренко была на прямой связи из Лондона и сегодня же в Европе открыли мемориал памяти погибшим в брюссельских терактах установили его в так называемом евроквартале напомню год назад террористы ИГИЛ атаковали столицу Евросоюза после ареста организатора атак в Париже какие уроки вынес Брюссель и стало ли в городе безопаснее расскажет наш корреспондент Елена Абрамович вот это здание с флагами Еврокомиссия напротив Европейский Совет а чуть далее Европарламент тут фактически находится сердце Евросоюза а за 250 метров станция метро Мальбек та самая которую год назад подорвали террористы это было утро рабочего дня за полтора часа до взрыва в метро в 7.58 две бомбы затонировали в Брюссельском аэропорту погибли 32 человека 300 получили ранения сирены скорой и полиции еще долго не умолкали из ближайших зданий евроинституций всех эвакуировали общественный транспорт полностью остановили также перекрыли границу с Францией скоростные поезда разворачивали назад полиция искала террористов уже вечером опубликовали фото террористов смертников с камер наблюдения а на следующий день установили их личности это были уроженцы Бельгии ответственность за взрывы взяла на себя группировка исламское государство об угрозе власти Бельгии знали и предупреждали давно за два года задолго до нападения наши следователи и службы выявили многочисленные террористические сети прежде чем те смогли что-то сделать за несколько месяцев до атак у нас была операция в Вервье где мы их остановили очень торопится так как его всюду ищут и не хочет оказаться рядом с ним написал при смертной записке один из нападавших имел ввиду организатора парижских терактов которого недавно взяла полиция спустя год бельгийские власти уверяют вынесли уроки ситуация более безопасна но угрозы все же существуют с этим согласны эксперты к сожалению по сравнению с прошлым годом есть еще один момент это возвращение иностранных боевиков исламское государство сейчас проигрывает в Сирии и Ираке и многие европейские бойцы едут домой это люди которые имеют оружие и знают как изготовить взрывчатку тем временем к годовщине теракта в аэропорт приехала королевская семья Бельгии почтить память погибших и поговорить с теми кто потерял родных это день когда я потерял свою прекрасную жену я много раз спрашивал себя что если бы мы выехали на 10 минут позже если бы ехали немного медленнее что если бы но произошло то что произошло за считанные секунды мой мир изменился от радостного ожидания поездки в Нью-Йорк до ужасов в котором я оказался в Евроквартале открыли мемориал недалеко от станции метро Мальбек как и год назад сегодня тут много полиции а в небе кружат вертолеты Елена Абрамович Вадим Свердонов с Брюсселя Европейское бюро телеканала Интер за развитием событий следите на нашем сайте подробности Юэй я желаю вам хорошего вечера увидимся завтра и Субтитры создавал DimaTorzok